Вы смотрите новости информбюро. Продолжаем выпуск. В Карагандинской области родные сбитого насмерть велосипедиста ставят под сомнение результаты автотехнической экспертизы. Согласно им, автомобиль, сбивший человека, двигался со скоростью 24 км в час. Возможно ли это? Попыталась разобраться Людмила Батюшкина. Нагила Ташенова из Сарани два месяца назад похоронила сына. 31-летний мужчина в час ночи 27 мая возвращался домой на велосипеде, когда его сбила машина с двумя военнослужащими по контракту из местной воинской части. Она и заехала сюда, а Хайрат отсюда ехал. Даже не по асфальту ехала, а по обочине. Они по встречке пошли. По словам очевидца, таксиста Мейра Мусабекова, машина стояла на темной улице совершенно без огней, а военные просили не вызывать скорую и полицию и пытались сами привести в чувство пострадавшего. Водители вели себя неадекватно. Мне показалось, что они были в алкогольном опьянении, потому что до этого я их видел. Я их пропускал где-то минуты 8 назад. Который оказался водителем, он был пассажиром, у него в руках было пиво. Двое суток врачи боролись за жизнь Кайрата Ташенова, но он умер от отека мозга. У него были множественные переломы и гематомы. А несколько дней назад Нагила Ташенова прочитала заключение автотехнической экспертизы, где значилось, что скорость машины установлена примерно 24,4 километра в час. Я думаю, при такой маленькой скорости не может быть такой, чтобы мой сын отлетел на 5 метров, там, как говорится, эксперты, велосипед на 10 и тормозная скорость там. Поначалу пресс-служба Министерства обороны давала комментарии, что велосипедист совершал обгон и выехал на встречную полосу, а водитель военный был трезв. Следствие ведет военная полиция и сегодня здесь дают более осторожные комментарии. При этом мировая статистика показывает, что смертельную опасность почти всегда для пешехода представляет автомобиль, двигающийся на скорости от 80 километров в час. А вот при скорости в 40 километров сбить человека насмерть вероятность очень небольшая. Что уж говорить о 24-х. Нагила Ташенова надеется опротестовать результаты экспертизы и добиться того, чтобы виновные понесли наказание. Людмила Батюшкина, Ирина Нинашева, Информбюро, Карагандинская область. Ирина Нинашева, Информбюро, Карагандинская область.